В период с 5 по 11 февраля проходит неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Еще 10 лет назад страх стоматологов был настолько ярко выражен, что многие просто-напросто пренебрегали походами к этому врачу. С тех пор многое поменялось. Какие изменения произошли в методах лечения, что есть в Одинцовском округе, расскажет врач-стоматолог, заведующий отделением стоматологии Одинцовской областной больницы Александр Швец. Здравствуйте, меня зовут Карина Ерящева. Вы смотрите программу «Формула здоровья». Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте, Карина. Давайте начнем сначала. Во-первых, как правильно ухаживать за полостью рта, как правильно подбирать себе зубные щетки, как часто их нужно менять. И достаточно ли этого, чтобы правильно ухаживать? Ну, в первую очередь, это, конечно, нужно выбирать щетки средней жесткости, чтобы они были со средней шириной головки, чтобы было удобно вычищать жевательные зубы с боковых поверхностей, со стороны щек. Потому что очень много зубов начинает портиться именно с жевательных зубов. Они первые у нас начинают практически выходить, и поэтому они быстрее начинают портиться. Особое внимание нужно также уделять, помимо гиене, нужно уделять также профилактическим осмотрам и профилактическим чисткам зубов. Раз в полгода нужно проходить профилактический осмотр, и по необходимости раз в год нужно проводить профилактическую чистку у врача-стоматолога. А такая жесткость щетки подходит для любого возраста, для детей, для взрослых, или нет? Тут какая-то кириляция есть. Нет, конечно. В младшем возрасте это, конечно, нужны мягкие щетки, чтобы менее травмировать десну, потому что в маленьком возрасте это, в принципе, не нужно средней жесткости. Уже с 12-13 лет, в принципе, это уже рекомендовано, щетки со средней жесткостью. То есть, если так суммировать, то получается, что для правильного ухода за полостью рта нужно подобрать правильную щетку, и, в принципе, уделять внимание не только зубам, но и, собственно, вообще всей полости. А с чем чаще всего сейчас приходят пациенты, и маленькие, и большие? Что это, как правило? Ну, как правило, как всегда, пациенты приходят, конечно же, уже с проблемами, когда уже болит, беспокоит зуб. Если зуб болит, беспокоит, это уже воспалительный процесс идет уже в нерве. И приходится уже удалять нерв с этих зубов. Если проходить непосредственно профилактический осмотр, можно избежать вот этих проблем, и можно, заранее уже увидев кариес, можно будет пролечить его и предотвратить какие-то осложнения. Ну, я так понимаю, что кариес – это одна из самых популярных вообще проблем, которые возникают с зубами у людей. Но есть еще такое заболевание флюороз, довольно тоже часто встречающийся у нас в Подмосковье, по крайней мере. Что это за заболевание, и как правильно подобрать лечение, чем оно отличается от кариеса? Флюороз – это не кариозное поражение зубов, то есть это уже связано со средой обитания. Допустим, у нас в Подмосковье очень много действительно детей, зубов у детей поражены флюорозом. Это связано с петилой водой. В этих случаях нужно наблюдать, если начинают разрушаться зубы, тогда уже ставить пломбы, восстанавливать зубки. Вот скажите, а флюороз, он, я так понимаю, не лечится до конца, его можно только контролировать, правильно? Да, флюороз, он связан больше непосредственно со средой обитания, то есть где человек проживает. И могут поражаться зубы не только в раннем возрасте поражение молочных зубов, также могут поражаться и постоянные зубы. Получается, в общем-то, в этом и отличие от кариеса. Кариес можно купировать, грубо говоря, излечить, а вот с флюорозом так не получится. К сожалению, да. А еще такой интересный, мне кажется, бич, можно сказать, в стоматологии, ну, на мой взгляд, это десна, которые кровоточит, причем это возникает не только обычно стереотипно, что это в старшем возрасте, да, уже десна не такие крепкие, начинают ослабевать, кровоточить. Но я могу сказать, что с этим сталкиваются и в гораздо раннем возрасте. Вот какая есть профилактика? Я знаю, что она существует вообще, чтобы десна как-то держать в порядке. Вот расскажите. Ну, как мы с вами уже говорили, то, что это, проводя профилактические чистки, это удаляется зубной налет, зубной камень, тем самым уменьшает воспалительные процессы десен и дает возможность деснам восстановиться, чтобы кровоточивость ушла. А это, получается, проблема его возникновения – это камень? Зубной налет и камень, все верно. А, то есть нет такого, что нехватка витаминов в организме? Есть, конечно. Если у человека есть парадонтоз, это, конечно, систематическое уже заболевание, системное заболевание. И это уже заболевание восстановить невозможно. Если пациент до того момента, как дошло до парадонтоза, он проводил систематические чистки, более усердно ухаживал за зубами, тогда, может быть, можно было избежать вот этих проблем. Когда уже идет сильный подвижный зубов, здесь уже, к сожалению, мы, кроме как предложить удалить сильно подвижные зубы и спротезировать, мы уже здесь не сможем никак помочь. Вот этот способ про уколы в десна, это не работает? Работает до определенной степени. Когда подвижность зубов не такая сильная, если уже достаточно сильная подвижность зубов, если уже костная ткань ушла больше, чем наполовину корня зуба, там уже сложно справиться какими-то чистками или даже уколами. Раз уж мы заговорили о таких самых популярных бедах, можно сказать так, зубами, еще одно – это зубы мудрости, которые всех тоже вырастают в разном возрасте. Вот тут как следует поступать? Чаще всего их удаляют, но всегда ли это нужно? Может быть, иногда лучше их оставить? Потому что, так понимаю, достаточно болезненная процедура, ну, сама по себе. Вот расскажите тоже. С зубами мудрости – это подход индивидуальный к каждому человеку. Если зуб нормально прорезался, если он участвует в акте жевания, здесь его удалять не нужно. Он у вас простоит, он будет жевать, он будет помогать. Ни в коем случае его удалять здесь не нужно. В других случаях, когда он неправильно расположен, неправильно прорезывается, если он очень сильно начинает разрушаться, конечно, в таких случаях нужно убирать эти зубы. Также в ортодонтических целях мы также удаляем восьмые зубы, они мешают уже непосредственно лечению по ортодонтии. В общем, тут главное не поспешить, а следует советам и рекомендациям врача. А вопрос вообще болезни зубов, он наследственный или это все же приобретенное, потому что мы соблюдаем неправильный образ жизни, газировка, вот эти стереотипы, что чем больше газировки, у нас эмаль портится и так далее. Насколько это правдивая история или это неправда? Это все правда. И это действительно как наследственно, так и влияют внешние факторы, конечно. А к наследственному что относится? Как правило, это, наверное, челюстная история, да, больше такая? Да, это больше связано со скучностью зубов, с неправильным расположением зубов. И при наследственности уже, если у родителей есть предрасположенность, нужно особое внимание уже своим детям уделять. И в более раннем возрасте, когда уже появляются молочные зубы, когда начинается сменный прикос, уже обратиться к ортодонту, чтобы малыми силами справиться с этой проблемой. А если момент этот упущен, тогда уже в более взрослом возрасте приходится ставить брекеты и уже непосредственно лечить брекетами. Ну, к приобретенным, я думаю, можно отнести в том числе и кариес. Да, все верно. А вот еще такой момент. Может быть, у вас, как практикующего врача, есть какой-нибудь, может, интересный случай, которым вы поделитесь с нашими телезрителями? Какой-то сложный, может быть, или просто необычный? Бывает, что там челюсть настолько маленькая, там три еще в ряд стоят, и никак они не... не получается у них поместиться. Бывало такое? Бывало такое. Я могу рассказать то, что у моего сына был сверхкомплектный зуб, у него прорезался постоянный зуб, центральный верхний резец, но он прорезался криво. Когда мы сделали снимки, мы увидели то, что у него там в косте есть еще сверхкомплектный зуб, который мешает ему правильно стоять. Нам пришлось провести операцию, чтобы удалить этот сверхкомплектный зуб. и сейчас будем уже тоже обращаться к ортодонту, чтобы сделать пластинку, развернуть этот зуб. Это тоже, да, скорее наследственная история? Или это какой-то необычный случай? Ну, это как-то чуть-чуть немножко необычный случай. Не часто встречающийся, да? Не часто встречающийся, да. Ну, стоматология, как и любое направление медицины, естественно, развивается, не стоит на месте. Что интересного сейчас появилось в методах лечения? Что у нас в Одинцово, да, в Одинцовской областной больнице? Интересного есть? Какие операции? Может поделиться тоже с нами? Одно из последних, то, что в 2023 году, с сентября месяца, мы начали лечить в Одинцово детей под наркозом. То есть, если есть показания для лечения под наркозом, это множественные кариесы, разрушенные зубы, детям до 4 лет мы начали лечить, проводить вот эту процедуру. Очень большая очередь, очень востребованные процедуры, поэтому мы вторые по Московской области, кто этим занялся. Как попасться на такую операцию? Это по ОМС, по предварительной записи со стоматологом направление выдается. Как вот это происходит? Это обращаетесь вы к своему стоматологу. Он уже создает направление на лечение под наркозом, предупреждает уже врача, который занимается лечением под наркозом, дает ему, предоставляет ему все данные, и вас ставят в очередь на лечение под наркозом. Можно обращаться также и детям старше 4 лет, но это уже будет платная услуга. У взрослых какие новые методы лечения появились? Или все-таки, я думаю, что сейчас очень много нового оборудования, новых вариантов, в том числе анестезии, я думаю, способов, по крайней мере. Вот насколько тоже шагаем ногу со временем? Мы стараемся шагать ногу со временем. Также за 23-й год мы приобрели около 20 апекс-локаторов. Поясню, что это такое. При лечении, эндодетическом лечении, нам необходимо понимать глубину, на которой мы работаем. Если в подразделении нет рентген-кабинета, то есть врач не может удостовериться, на какую глубину он находится в канале, данные аппараты очень помогают. Это, конечно, не заменяет контрольных снимков, но, по крайней мере, хотя бы дает возможность какие-то промежуточные снимки избежать каких-то промежуточных снимков. Я думаю, что у нас в Одинцовской областной больнице есть хирургическое отделение. Вот расскажите тоже, да, про отделение стоматологическое. Что есть? У нас... Расскажу я про поликлинику номер один, которая находится на Бирюзово-3 у нас. У нас имеются там врачи-терапевты, врачи-хирурги. Также у нас имеются врачи-ортопеды, но в поликлинике номер один врачи-ортопеды, они работают в платном кабинете. К сожалению, пока мы не успели еще открыть кабинет по ортодонтии, но это планируется, да, планируется в ближайшем будущем тоже открыть для взрослых, открыть лечение по ортодонтии. Мы сейчас поговорили, да, насколько большие изменения, в том числе у нас в Одинцовском округе. Но я помню, например, в своем детстве, когда поход к стоматологу, это действительно было что-то страшное, это какой-то страшный врач, который обязательно сделает больно, эти бормашины, до сих пор я вспоминаю, как страшный сон. Насколько сейчас изменилось отношение к стоматологам? И мне кажется, сейчас на это больше уклон. То есть сейчас люди достаточно ответственно, по крайней мере, стараются относиться к своим зубам. Вот расскажите тоже, что делается, чтобы врачи и стоматологов больше не боялись? Действительно, более ответственно стали подходить к своему здоровью, в том числе и к своим зубам. Люди чаще стали обращаться к стоматологам, больше стало проходить профилактические осмотры. Также врачи для того, чтобы, например, в детской стоматологии перестали как-то бояться врачей, начинают уже использовать, допустим, халаты, не просто белые халаты, как врач, а с какими-то рисунками, чтобы маленькие наши пациенты воспринимали не как боль у стоматолога, а как уже как-то какую-то игру. И они легче уже садятся в кресло, и легче с ними уже работать. Так как у нас неделя ответственного отношения к своему здоровью, здоровью полости рта, какие рекомендации бы дали нашим телезрителям? Полезные советы, может быть, на что стоит обратить внимание и не забывать, помимо того, что нужно, конечно, ходить к врачу и регулярно проходить обследование? Это соблюдать гигиену, пользоваться зубной нитью, использовать у пациентов старшего в основном возраста, но у которых имеются импланты, несъемные конструкции, в том числе и брекеты, использовать ирригатор для улучшения гигиены, более тщательно соблюдать правила гигиены полости рта, обращаться к стоматологу не просто по необходимости, а в профилактических также целях. Ты никогда уже спать не можешь? Да. Занимать, делать профессиональную чистку зубов раз в год, в принципе, это вам поможет избежать многие проблемы. И не бояться. И не бояться стоматологов, потому что каждое обращение к стоматологу, это связано с болью из-за того, что человек уже дотягивает до конца, когда уже не может терпеть, он идет к стоматологу. Поэтому в основном многие люди считают, что если стоматолог, это боль. Потому что процедура достаточно болезненная, но это все обезболивается. Если человек вовремя приходит, это намного безболезненнее все процедуры проходят. Ну и такое, как последнее завершающее, какие же планы в 2024 году у стоматологического отделения областной динозовской мониторсии? За 2023 год, могу сказать, что немало действительно мы достигли. Мы не будем останавливаться на этом. Мы будем развивать все, что мы достигли. И есть в планах повысить наш уровень, чтобы не было необходимости жителям Одинцова обращаться или ездить в Москву, чтобы найти каких-либо специалистов и провести какие-то лечебные мероприятия, чтобы мы могли им все это предоставить здесь, в Одинцово. Спасибо вам, Александр Михайлович. Спасибо вам. Будьте здоровы. И спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok